Шесть учеников 226-й школы вышли на старт журналистского спринта. Так называется заочный этап конкурса фестиваля юных журналистов «Атомсфера» в рамках проекта «Школа Росатома». Он включает пять заданий – фоторепортаж, видеоинтервью, новость, соцопрос, эссе. За месяц участникам предстоит освоить разные жанры. Все по-своему сложные, но и при этом они все интересные. И они позволяют ребятам, каждому найти свое что-то, раскрыть какую-то свою творческую грань. Ну, это и стандартное написание, может быть, эссе, и современная работа с соцопросами в интернете. Я думаю, это им все будет интересно, все будет им на пользу, и, наверное, чем сложнее, тем интереснее. У ребят и их куратора Ильи Мурылева уже есть опыт журналистских состязаний. В прошлом учебном году ребята участвовали в фестивале «Атом-ТВ», прошедшем в Заречном в рамках проекта «Школа Росатома». Там было очень интересно познакомиться со всеми, кто там был. И так как те, кто там участвовали, они уже больше знают, чем нас, чем мы знаем. И мы понабрались опыта от них, и захотелось еще раз и с ними встретиться, и познакомиться с какими-то другими ребятами. В журналистике ребят привлекает прежде всего возможность узнавать что-то новое и делиться этой информацией с людьми. Мы думаем насчет того, что связать жизнь свою с журналистикой, и этот конкурс как бы с этим связан, и поэтому решили попробовать свои силы. Пока в юнкоровской работе им нравится все – и фотографировать, и делать видеосюжеты, и писать. А в журналистском конкурсе «Школы Росатома» мальчишки планируют представить рассказы о своих друзьях. О нашем однокласснике Лиза Тылкине, который будет там заниматься самбо и рассказывать нам о… каким приемом он там, например, научился. О нашем однокласснике Руслане Слетовым, как он будет проводить свой день с утра и до самого вечера, как он будет вставать, заниматься своей легкой атлетикой. В конкурсе «Атомсфера» шесть юных журналистов из 226-й школы будут работать с тремя творческими группами. Это ребята, которые учатся с первого класса вместе, и за многие годы совместной деятельности они и конкурируют с друг другом, и сотрудничают, и соперничают, и находят общий язык. И самое главное то, что у них есть взаимопомощь, взаимопонимание, и каждая из групп будет давать и собственный результат, и, я думаю, помогать другим. Всего «Заречный» на фестивале-конкурсе «Атомсфера» представляет 21 школьник. Их соперники – почти 400 ребят из городов-участников проекта «Школа Росатома». По итогам заочного этапа выберут 20 победителей, которые в январе 2017 года поедут на очный тур в город Лесной. Светлана Теплухина, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова